Добрый день, дорогие читатели и теперь уже онлайн-зрители журнала «Книжная индустрия». Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, гостей рубрики «Диалоги». Это Анастасия Мелёхина, руководитель Центра немецкой книги в Москве, представительства Франкфуртской книжной ярмарки в России. Добрый день, Настя. Добрый. И Юлия Воронская, куратор международных проектов Музея-усадьбы «Ясная поляна». Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас очень интересная, мне кажется, важная тема в таком аспекте, в таком ракурсе мы ещё не обсуждали. Сегодня мы поговорим о международном литературном пространстве и развитии издательских компетенций. Вот такой ракурс, мне кажется, он важный. Мы соединяем с одной стороны и литературные премии, и книжные выставки, ярмарки международные, и с тем, как мы должны развивать, наращивать, улучшать наши издательские профессиональные компетенции. И начать я предлагаю именно вот с этих самых компетенций, потому что сегодня, мне кажется, что это одна из главных наших таких ключевых проблемных зон. И здесь я, наверное, соглашусь с Владимиром Викторовичем Григорьевым, который неоднократно говорит, действительно, отрасль стремительно меняется. Да, книжная индустрия – это уже не то, что было, скажем, ещё 10 лет назад. Растут онлайн-технологии, продвижение. И как в этой всей среде чувствует, ощущает себя издатель, насколько он, так скажем, идёт в ногу с этим временем, либо всё же немножко отстаёт, и нам нужно наращивать, ускоряться. И сегодня я не случайно позвала наших замечательных экспертов, это Настя и Юля, потому что мне кажется, что каждый из вас по-своему очень-очень активен. Очень активен и с точки зрения продвижения книги, и вот как раз создания этих коммуникаций. Вы в хорошем смысле раскачиваете нашу издательскую лодку и способствуете как раз развитию рынка в целом. Итак, давайте начнём. Проблема задана, да, как говорил Лермонтов. Диагноз поставлен, а как лечить болезнь? Что думаете на этот счёт? Ну, со своей стороны, наверное, могу сказать, что как такового, вот всеобщего такого или какого-то универсального среднестатистического портрета российского издателя, наверное, я бы сказала, что его и нет. Издатели очень разные люди. И, скажем, если смотреть позиции Франкфурта, то туда приезжают российские издатели, как такие, которые чувствуют себя абсолютно просто как рыба в воде, которые десятилетиями общаются с международным издательским сообществом, знают абсолютно не то, что там техническую сторону, так сказать, вопроса, да, но уже в таких тонкостях как бы общаются, понимая, с кем и о чём можно и нужно общаться, что здесь уже, так сказать, ну, таким людям можно только создавать как бы просто вот какие-то более комфортные, какие-то там технические, экономические, так сказать, условия для вот подобного участия и только. А с другой стороны, есть люди, которые приезжают и, например, там, ну, не говорят по-английски, не понимают, как, в принципе, устроена ярмарка, приезжают, не знаю, хотят купить, там, не знаю, какие-то экземпляры в розницу, там, ну, ожидают как бы... Это не в том смысле, что там получить, понятно, как бы экземпляры понравившейся, заинтересовавшей книге, это в порядке вещей, но не ожидают, что Франкфурт – это про продажу прав, а не про продажу книги как продукта. Поэтому разброс очень большой. И мне, вот, кстати, могу назвать, еще, может быть, вот, как бы задать вот такой тональность, вот именно цифрами еще здесь немножечко. Вот скажу, что по прошлому году цифры Франкфурта такие. Примерно 7300 участников у нас было. Участники – это компании, которые со стендами приезжают и выставляются. И почти что 300 тысяч посетителей, ну, это общее число посетителей. Среди них, мы считаем, что порядка 180 тысяч деловых посетителей, и остальные – это посетители выходного дня. Так вот, представьте себе, 7300 участников, которые приезжают со всего мира, это примерно 100 стран, и из них всего 20, 20 – это российские участники. Представляете, как обидно и как неадекватно представлена российская книжная индустрия. Но у этих участников у каждого отдельный стенд из этих 20. Да, да. Отдельный, либо даже, ну, как бы одним из этих участников является российский национальный стенд, который вот в себе объединяет, как бы, там, может быть, несколько еще каких-то там компаний. И, соответственно, вот представим себе около 200 тысяч деловых посетителей на 180, да, вот я назвала. И из них примерно 500 человек – это российские деловые посетители. Вот, ну, то есть вот соотношение вот примерно, примерно вот такое. Ну, все же, если немножко сделать такое резюме, да, какие главные навыки, компетенции нам необходимо наращивать сегодня. Ну, вот, опять же, так как нет какой-то вот этой вот средней картинки, то есть среднего какого-то такого и совета-то вроде как и не дашь, да, соответственно, вот для тех людей, которые в курсе и в теме, да, для них, соответственно, как-то обеспечивать, ну, подходящую и правильную какую-то информационную среду, да, то есть давать им ту информацию. На самом деле, наверное, нет, есть такой вот усредненный. Да, общая температура по больнице. Давать людям правильную и нужную в данный момент для них информацию. Вот на самом деле вот в этом заключается наша задача, как вот Центр немецкой книги в Москве, который, соответственно, является и официальным представительством Франкушской книжной ярмарки в России. Вот мы работаем как информационное бюро. И с каким бы вопросом к нам ни обратились, мы должны и делаем это, мы даем максимально корректный, полный, объемный такой информационный вот ответ. Но запрос может быть абсолютно какой угодно. Вот. А что касается, ну, и на самом деле, может быть, мы вернемся потом дальше, когда мы входим на нашу разговору. Да, но вот мы пытаемся как бы давать вот эти вот какие-то ответы, да, на запросы вот по этим компетенциям. Мы привозим специалистов, которые ту или иную тему освещают, как бы по нашей же просьбе. Мы здесь, в России, проводим вот это такое исследование, да, постоянно находимся в диалоге с издателями, спрашиваем, какие темы. Сейчас вернемся к этому. Вернемся. Мне все-таки хотелось бы узнать точку зрения Юли, потому что у Юли свой ракурс. Ракурс, с одной стороны, музейный, с другой стороны, не знаю, общекультурный, да, потому что очень интересно на проблему посмотреть с разных точек зрения. Вот как вам она видится? Мне тяжело говорить конкретно про издателей, потому что ни моя личная работа в музее, ни работа нашего музея не так связана с развитием издательского сообщества. Конечно, мы занимаемся наследием Эдва Николаевича Толстого, но мы также занимаемся и современной литературой, потому что в Ясной Поляне, кроме музея, есть еще много проектов, включая литературную премию Ясная Поляна. И вот с этого угла можно как-то думать об издателях, но уж точно не в моей компетенции давать советы или думать о том, как издательское сообщество должно развиваться. В музее в Ясной Поляне есть удачный опыт работы с издателями и переводчиками, редакторами и на международном пространстве. Уже в этом году пятый раз мы будем делать семинар, который называется «Британская литература сегодня». Вместе с партнерами с отделом культуры и образования британского посольства у него очень простая задача – привести и показать книжному сообществу несколько современных британских авторов. И здесь происходит знакомство издателей, переводчиков, редакторов, ну, собственно, тех людей, которые приносят международные книги на российский рынок с пока еще малоизвестными в России авторами. Потому что нет задачи привести кого-то, кого мы давно переводим и читаем. Это можно сделать, но гораздо интереснее привести молодых авторов или авторов не так хорошо известных. Кроме вот этого знакомства на семинаре, мне кажется, что еще есть несколько каких-то практических моментов, которым можно поучиться, но даже не только как издателям или как авторам, но как людям. Интересно. Расскажите. Там есть несколько форматов выступлений, но каждый раз мы удивляемся, с какой точностью и четкостью эти форматы выдерживаются. То есть если это формат разговора двух авторов через модератора, то очень здорово увидеть, как работает модератор. Это не всегда так происходит в России. И мы даже, проведя первых два семинара, подумали, они сделают ли школу литературных модераторов и модераторов на культурные темы в России. Потому что их наперечет. Мы все знаем, если сейчас нам понадобится провести какой-то разговор, пять первых имен всплывут, а дальше ты будешь уже копаться. А к кому еще обратиться? Вот модератор в рамках семинара, это британский модератор обычно, работает на автора. Абсолютно точно он его раскрывает. Он сначала дает довольно подробную информацию об авторе, не боится, что она будет сухой. Он действительно перечисляет, что этот автор написал, какие премии получил, какие темы он исследует в своих произведениях. И потом каждым вопросом он не рассказывает о том, что он прочитал и что он знает. Что он думает по этому поводу. Он задает вопросы так, чтобы автор мог раскрыть себя. И это... Это тонкое искусство. Это тонкое искусство. Но главное, что это скорее не искусство. Это мастерство, которому можно научиться. Можно просто себе сказать. Нужно раскрыть вот эти стороны автора. Нужно рассказать об этих его книгах. И обязательно в такой беседе случается по пять минут на каждого автора, когда они будут читать страницу из своей книги. Чтобы даже у тех в зале, кто не читал, сложилось представление об этой книге. И мне кажется, что в этом как раз Настя может быть ответит. Я когда-то разговаривала с немецкими кураторами литературных мероприятий. И мне сказали, что практика немецких выступлений немецких авторов заточена на то, что люди приходят не читав на какую-то звезду или писателя, который им уже нравится. Они приходят послушать писателя, чтобы решить покупать книжку. И определить книжку. Абсолютно так. Но я знаю, что у вас были и совместные проекты. И, по-моему, в прошлом году приезжала большая команда во главе с Борисом Трофимовым в музее Ясная Поляна. И был семинар по самой красивой немецкой книге. Да, это был один такой красивый проект. Вот такой душевный, неожиданный. Расскажите немножечко. Мне тоже важно, чтобы мы поговорили о том, что действительно вас соединяет, в том числе и по проектам. Я бы не стала называть это проектом. Это скорее мероприятие, которое проходило в Ясной Поляне. Но оно было приурочено к выставке, к выставке иллюстрации Алексеева, к Анне Карениной. И одно из тем, о которых мы хотели бы говорить на выставке, это не только Толстой, не только Анна Каренина, но и вообще не только даже иллюстрация, но вообще искусство оформления книги. И у Насти возникла прекрасная идея показать посетителям выставки самые красивые книги немецкого книгоиздания. У нас нашлась такая подходящая коллекция, которая, собственно, послужила такой отправной точкой к разговору на эту тему. Мы как Центр немецкой книги ежегодно получаем от наших немецких коллег несколько книжных коллекций, которые призваны отобразить состояние современного немецкого книгоиздания в каждом конкретном году. Ежегодно это коллекция художественной литературы, это, безусловно, коллекция детских книг. И каждый год это в обязательном порядке коллекция книг, которая так и называется «Самые красивые немецкие книги». Это всегда 25 книг. Это книги-победители одноименного конкурса. И они, правда, красивые. А уж когда их комментирует Борис Трафимов, это вообще уже высший пилотаж. Абсолютно, да. И, собственно, это самые красивые по какому принципу? По принципу, на самом деле, закладывается при оценке книг принцип оформления, дизайна книги, исследуются и принимаются во внимание материалы, из которых она сделана. И важное еще такое уточнение, это обязательно должна быть тиражная книга. Это не единственный экземпляр книги художника, а это абсолютно обычная тиражная книга, которую можно купить в магазине. И, собственно, да, вот каждый год это 25 победителей, 5 номинаций. В каждой номинации 5 победителей. И вот эти коллекции ежегодно мы получаем. Отдаем их на описание. Соответственно, к каждой книге прилагается как бы некоторое описание, что за книга, о чем. О чем, на самом деле, там это имеет второстепенное в данном случае значение. Из чего сделано, кем сделано, кем напечатан блок. Это переплетная мастерская переплела, потому что в Германии это вот до сих пор как бы разные вещи, они, как правило, разведены. И обоснование жюри обязательно, за что именно эта книга получила премию. И дальше вот эту коллекцию мы отдаем на просмотр экспертам, которые потом публично как бы ее комментируют. И, собственно, вот все это и разъясняют, почему и с их точки зрения эти книги прекрасны. Ну и с точки зрения издательских компетенций, мне кажется, что очень важен проект это издательская школа Франкфуртской книжной ярмарки, которая уже, по-моему, четвертый год, да, в этом году? В этом году должна быть, да, в четвертый раз. Пройдет, и каждый год выбираются самые-самые важные, актуальные темы, которые на повестке дня. Что сегодня будет на повестке дня? Какие самые важные темы? Мне хотелось бы в этом году сделать помимо таких традиционных тем, которые традиционно пользуются большим спросом. Это дизайн книги, внешний вид книги, опять же, материалы и какие-то вот особые, что делает книгу на сегодняшний день, как бы особенный, да. Помимо темы книжного маркетинга, если можно так сказать, да, то есть продвижение книги, сопровождение книги, как я, как издатель, как бы, да, донесу, как бы, вот, информацию вот об этой моей книге, изданной до потребителя, до читателя. Помимо вот этих вот традиционно популярных тем, мне в этом году очень хотелось бы сфокусировать внимание на теме фиксированной цены. Это такая глобальная, большая тема. Известно, что во многих странах, в некоторых странах она есть, во многих странах ее нет. Есть страны, в которых она была, Великобритания, но вот на нашей памяти, как бы, ее отменили, и, соответственно, интересно посмотреть, как бы, да, сравнить и услышать мнение экспертов, как, что изменилось, как бы, как они оценивают это, и обсудить, именно глубоко погрузившись в эту тему, как бы, всесторонне попытаться для себя понять, обсудить, услышать разные мнения о том, насколько это возможно, интересно, правильно, и практично для России. Вот, собственно, вот такая моя мысль. Это, мне кажется, действительно очень важная тема, тем более, что вопрос цены и ценообразования и контроля цен в книжном ритейле, оно сейчас ключевое, потому что та конкуренция, которая идет между онлайн и оффлайн-каналами в России, она становится уже какой-то очень серьезной, и, возможно, один из вариантов решения этой проблемы для России, это как раз фиксированная цена или регулирование цены, потому что для российского книжного рынка цена – это вопрос номер один. Сегодня, когда покупательская способность крайне низкая, особенно в регионах, мы видим, что средний чек в регионе в три раза меньше, чем в Москве. Вот как и зарплата. Да, ну, собственно, все взаимосвязано. Поэтому вопрос ценовой конкуренции – вот одно из решений его – это, конечно, фиксированная цена на книги. И здесь, я думаю, что, ну, по крайней мере, обсуждение вот в этом ракурсе было бы крайне важно на издательской школе. С одной стороны, опыт Германии, опыт, я не знаю, Великобритании сейчас. Тоже же этот вопрос, да, насколько я знаю, встает опять, да? Они хотят вернуться к фиксированной цене. Если честно, я не знаю. И вот недавно, буквально два дня назад, наткнулась на информацию, но тоже это нужно проверить, что они отказываются от НДС по отношению к печатной продукции, но это нужно проверить. Я где-то набегу, что-то такое увидела, что через пару месяцев Великобритания не будет применять налог на добавленную стоимость к книжным изданиям, к любым книжным изданиям, не только к школьным, не только к художествам, но это нужно проверить. Настя, а что ты лично думаешь, вот твой взгляд на проблему фиксированной цены, что она дает для книжного рынка? Ох, вот я еще раз скажу, что мне бы, почему мне интересно как бы всесторонне, как бы послушать людей из разных областей, как бы, да, что они думают на эту тему, потому что вот мой личный взгляд на эту тему таков, что я считаю, что фиксированная цена в определенном роде обеспечивает людям равный доступ, одинаковый, как бы такой, справедливый доступ к одной и той же информации. И несправедливо, когда весь центр книгоиздания сосредоточен, ну, львиная его доля сосредоточена в Москве. В Москве мы имеем высокие относительно регионов заработные платы, и при этом низкие, я в смысле, опять же, по отношению к регионам, да, не в абсолютных значениях, низкие цены на книги, да, потому что вот напечатали, и вот они вот тут вот рядышком, как бы, да, вот привезли, там, вот книжные магазины. Еще всевозможные скидки, которые устраивают интернет-магазины, то вообще, или фикс прайс, то получается, и получается, что о людях в регионах, например, я была, я помню до сих пор, мое потрясение, когда я в Красноярске зашла в книжный магазин и увидела цены, почитала ценники, как бы, да, и вот, ну, это примерно, там, две с половиной, три цены, по крайней мере, вот на тот момент, как бы, да, вот это вот было по сравнению с Москвой, вот, и теперь, вот, как бы, что мы имеем, зарплаты в несколько раз ниже, а цены на книги в несколько раз выше, как бы, ну, и кому это вообще доступно, кому это интересно, и о чем, как бы, здесь можно говорить. То есть глобально, я считаю, что это какое-то прямо вот основополагающее такое право, как бы, да, человека, вот, иметь доступ к качественной, а я по-прежнему считаю, что только печатное, как бы, вот, слово, печатная книга, это вот какая, хоть какая-то гарантия качества информации, которую ты найдешь там, да, и это вот фиксированная цена, это какой-то такой вот справедливый, правильный, правильный вещь, но насколько это все возможно и как-то жизненно, и оправданно, и, в принципе, вот, посильно, как бы, вот, именно в масштабах нашей, конкретно нашей страны, потому что, понятно, Германия, она гораздо меньше по площади и гораздо больше, как бы, с большей интенсивностью вся пронизана, как бы, всеми вот этими инвестическими путями, как бы, и дистрибуция, как бы, до ней. Дистрибуция наладится, надо раздаваться. Вот, вот это вот, ну, по крайней мере, да, вот эту вот тему просто вот мне интересно было бы... Вот интересно как раз, да, обсудить с точки зрения немецких экспертов и российских участников, мне кажется, вот такое совместное обсуждение будет очень полезно для всех. Да, да. И, может быть, мы все-таки нащупаем какие-то пути решения, потому что пока мы не видим, как вот эту ценовую войну онлайн, как с ней бороться. Это ценовая война, она имеет свои пределы, и она, мне кажется, не очень имеет выигравшую какую-то сторону, как мне кажется, в конце концов, все проигрывают от этого. Конечно. Как-то это не совсем... Теряется просто маржинальность, конечно, в рамках. Да. И количество покупателей-читателей тоже падает. То есть это все, как бы, получается звенья, а ну и тоже цепочки. Вот. Потому что сегодня, мне кажется, один из главных трендов, таких ключевых, и он не только в России, а, наверное, все-таки это повсеместный тренд, это сокращение числа покупателей-читателей, посетителей и так далее, да. То есть все, кто связан, будь то с бумажной, ну, может быть, с электронной книгой меньше, но все-таки мы видим вот этот вот сокращающийся читательский спрос. И поэтому сегодня, мне кажется, все наши усилия, будь то там книжной индустрии, музейного сообщества, литературного, все направлены на поиски каких-то вот таких совместных коллабораций и поиск привлечения внимания к книге с различных сторон и с различных ракурсов. И вот мне хотелось бы об этом немножко поподробнее поговорить, как вы видите здесь, какие возможности есть. Возможностей наверняка очень много, и последние 10-15 лет, мне кажется, в России вообще какой-то бум, привлечение внимания к искусству, гуманитарной сфере и литературы. Мы все видели, как стало гораздо больше людей ходить в музеи, мы все видели, как поднималась посещаемость сайта Арзамас, и что вообще Арзамас сделал для распространения гуманитарного знания в России. И каждая институция государственная, сложная, начала 5-6-7 лет назад понимать, что приложив какие-то понятные маркетинговые приемы, можно распространять не только информацию о самом, например, музее, в котором я работаю, но и вообще продвигать книгу. Здесь тяжело даже вспомнить что-то, с чего начать. Наверное, про электронные книги, бумажные книги мы поговорим чуть позже, возможно. Можно и сейчас как. Мне бы хотелось рассказать о какой-то интересной сейчас, как мне кажется, мобильном приложении, которое каждый может себе скачать и пользоваться. Это тоже будет в пользу того, что некоторые вещи все еще доступны бесплатно. Есть приложение, которое называется «Живые страницы». Да, это совместно с корпорацией Samsung, да? Да, это группа «Толстой Диджитал», которая занимается развитием наследия Толстого в цифровом пространстве. И компания Samsung, и высшая школа экономики разработала мобильное приложение, в котором мало книг. В котором не 25 тысяч книг, которые можно за 300 рублей в месяц читать сколько угодно. здесь совершенно другая концепция, потому что там не просто книга. Над каждой книгой работают литературные эксперты, исследователи и люди из области Digital Humanities, которые с помощью цифровых методов могут очень быстро что-то найти в книге, что нас заинтересует, и показать это в другом виде. Там 20 книг. В основном это книги из школьной программы, это русская классика, и две современные книги, Лавра Водолазкина и Гузель Яхина «За лиха открывает глаза». В чем интерес этого приложения? В том, что в каждую книгу можно залезть так глубоко и так широко, как только вы это можете себе представить. Сами разработчики говорят и называют разделы сценариями. То есть к каждой книге ты можешь подойти с особым сценарием. Во-первых, можно выбрать двух персонажей, любых из романа «Войне и мир», например, это очень актуально, потому что там их очень много. Вы выбираете два любых персонажа и видите все разы, когда они встречались на протяжении романа, и что они в это время друг другу говорили. Вы можете выбрать карту и посмотреть, как, например, Раскольников передвигался по Петербургу, по каким улицам он ходил, в какие дома он заходил. Хотите, вы можете повторить этот путь, погуляв по Петербургу Раскольникова. И в «Войне и мире», когда вы читаете текст, рядышком идет в оглавлении либо красный цвет, либо синий. И вы можете наглядно видеть, сколько войны в «Войне и мире», а сколько там мира. Потому что все мы знаем, девочки читают мир, мальчики читают войну. Вот тут можно понять, где прерываться, если вы хотите следовать этому сценарию. И вот у этого приложения есть возможность привлечь нового читателя, потому что оно дает возможность не просто на другом носителе прочитать текст, то есть не просто перейти с бумаги на экран, но еще поковыряться и много чего найти для себя интерес. Практически сконструировать для себя сценарий изучения романа. Не обязательно читать сначала, можно с середины и что-то посмотреть. И если говорить о цифрах, они всегда кстати. Это довольно популярное приложение. Я как раз хотела спросить, потому что, насколько я знаю, это в свободном доступе, принципиально в этом проекте, что это доступно для всех. Это бесплатно, это можно скачать каждое. Единственное ограничение этого приложения, то, что можно поставить только на телефон, на систему Android. Android, потому что это было разработано вместе с компанией Samsung, это понятно. Скачено оно было за 4 года 500 тысяч раз. То есть это полмиллиона скачиваний, что довольно большая цифра. Это цифра на все наименования. Или ты его скачиваешь, и в него просто добавляется. Оно одно приложение, и все эти книжки в нем. Все книжки уже там. И пьесы, я знаю, тоже с пьесами то же самое сделано не так давно. Да, добавилось. Там «Горе от ума», «Горе от ума», «Гоголь», «Несколько чековских пьес», «Ревизор». «Ревизор». Да. В пьесах там использовано… А потарки. Да, довольно понятный подход. И все мы сталкиваемся с этим, когда читаем пьесу, что вы на третьей странице натыкаетесь на какого-то Ивана и отматываете три страницы назад. Кто же он такой? Кто этот Иван? Что вы эти 42 года, сын, не знаю, Михаила. И это все время, конечно, мешает читать. И здесь был использован понятный и простой прием, потому что сейчас больше всего пьеса напоминает общение в чате, населенном 9-10 участниками. И у каждого из этого персонажа есть аватар, так как, когда вы общаетесь в чате в Телеграм или в чате в Фейсбуке, вы видите либо фотографии, либо заглавные буквы, имени и фамилии. И вообще вся пьеса в приложении мобильной страницы оформлена как будто это чат. Это сделано не для того, чтобы это было посовременнее, помоднее. Это сделано только для того, чтобы было удобнее, помоднее. И не возвращаться, не скролить обратно. А как этот проект восприняли читатели? Это же новое, насколько я понимаю. Четыре года? А, вот именно по пьесам. Я боюсь, что не скажу, какого-то мы не собирали мнения, не делали такое исследование, но все, с кем мы разговаривали, и я сама просвещаю удобство. Здорово. Настя, а твое видение, и как, может быть, опыт немецкий, что говорит о таких вот проектах на стыке, бумага, цифра, сценарий, где действительно уже невозможно точно дать определение, что это. Это уже новая книга в различных измерениях, в уже новых форматах. Ну, даже, может быть, не просто книга, а мы говорим просто про какой-то интеллектуальный контент, который уже в разном виде, который разливается во все возможные, как прекрасное вино, разливается в разные чашечки, мисочки, которые можно разлить в различные бокалы. И еще есть такое ощущение, это важная часть вот этого стыка всего, цифры, что необязательно все делать от начала до конца, потому что книга, и книга там 20-30 лет назад, и вообще потребление знания все-таки больше подразумевало от начала до конца, чем наш современный мир, который начинается в середине клипа или заканчивается, и невозможно заставить что-то делать долго, если это неинтересно. Поэтому вот характеристика многих таких продуктов, мне кажется, что он возможен не от начала до конца. Какой же курс на каком-нибудь образовательном проекте или статья, чаще разбита на вопросы, разбита на мини-лекции, разбита на разделы, чтобы хотя бы 3, 5, 10 минут получить что-то цельное. Ну да, у нас такое фрагментарное, скорее, да, потребление сейчас. И почему подкасты так популярны. Это же тоже такие вот, фрагментами мы получаем определенную информацию, кусочки знаний. Мне очень нравятся подкасты Галия Языфовича на «Медузе», например, тоже совершенно. Вот если вот мы действительно, вы совершенно правильно, Юль, затронули тему, что сегодня действительно наблюдается такой рост культурных институций. И с точки зрения литературных премий, с точки зрения развития вот таких вот digital проектов, с точки зрения вот таких культурных проектов, как «Арзамас», «Медуза» и так далее, да, то есть мы видим, что вот это все, такое шевеление, оно действительно очень во благо книги и чтения в итоге. Все идет очень сильно на пользу. — Повышает ценность гуманитарного знания. — Да. — Что в какой-то момент в нашей стране провалилось. Сейчас, мне кажется, что все это направлено на то, чтобы вообще это воспринималось, гуманитарное знание, как ценность. Не точная, не научная. Это, понятно, всегда оставалось ценностью. С гуманитарным знанием были провалы. — Может быть, ты что-то здесь хотела бы добавить тоже? — Ну вот что касается вот этого стыков и каких-то новых взаимопроникновений или новых каких-то партнерств книги с чем-то еще. Здесь, наверное, вот скажу о таком фестивале, который как бы существует внутри франкутской книжной ярмарки. Это площадка Arts Plus. Собственно, вот эта тенденция, она была уже на уровне такой мировой индустрии, понятно, несколько лет назад. И когда вот мои коллеги из франкфуртской ярмарки, из франкфуртского бюро решили сделать вот эту экспериментальную площадку именно для компаний, которые хотят заявить о себе о своем новом продукте именно на стыке индустрий. Это, например, могут быть музеи, которые являются являются хранителями каких-то совершенно невероятных коллекций и имеют права на эти изображения. И, опять же, современная жизнь диктует свои какие-то правила, и все это идет в диджитал, и все равно музеи живут сейчас не только с входных билетов, показывая свои коллекции. И вот, например, такие музеи, особенно в этом смысле активные северные музеи из севера Европы, вот, скажем, музей Ван Гога, они фантастически продвинуты в этом, они являются постоянным нашим экспонентом на ярмарке, и именно в этом разделе Arts Plus они предлагают, то есть это не издательство в таком чистом виде, которое какие-то альбомы там Ван Гога или что-то такое показывает, а это некая институция, которая заявляет и показывает и говорит о своем контенте, о своих правах, и вот на этой площадке говорит, показывает и рассказывает о том, что у нее есть и какими способами этим можно воспользоваться. Это все немножко сложно как-то вот проговаривается, потому что про книгу говорить гораздо проще, но вот это и есть именно такой эксперимент, который уже на самом деле довольно успешно, вот в течение трех лет он существует и дальше его. Они стимулируют использование изображений, на которые у них есть права в совершенно разном. В каком угодно, в каком угодно виде. Хотите, сделайте выставку, не знаю, цифровых изображений, там, какую-то виртуальную выставку Ван Гога на Бали, хотите, там, сделайте традиционный фотоальбом, а хотите, придумайте что-нибудь такое, до чего еще там никто в мире не догадался. прекрасное доказательство того, что не надо над златом чахнуть, что нужно предоставлять доступ. Понятно, что здесь везде есть ограничения, потому что музейный хранитель всегда скажет, что есть вещи еще не введенные в научный оборот. Надо их проработать, конечно, нельзя в том виде, когда ты не до конца изучил, вещи отдавать. Есть вещи не в том состоянии, в котором их можно показывать. Они должны сначала пройти реставрацию, но это всегда меня тоже вдохновляет, и голландцы впереди планеты всей, конечно, и в Рикс-музеуме. Проводится уже несколько лет конкурс, результаты которого я всегда жду и смотрю. Всем желающим дизайнерам, художникам предлагается придумать любую сувенирную продукцию на основе коллекции. И музей предоставляет коллекцию, пожалуйста, вот эти изображения используйте. Упражняйтесь, пожалуйста. Упражняйтесь, все дизайнеры упражняются, и ты получаешь, если музей и жюри выберет удачный экземпляр, ты получаешь какие-то небольшие деньги, но ты также получаешь такую почетную возможность, что на основе твоего макета сделают сувенирную продукцию, которая будет продаваться в музее, и результаты там всегда совершенно прекрасные. Это, что называется, не думать в лоб о создании сувенирной продукции. Это не магнит с изображением, это не костер, это не что-то вот такое, и это не просто изображение, налепленное на сумку, там удивительные вещи, можно посмотреть, это все доступно. То есть книга действительно по своей сути настолько амбивалентный, настолько сложный, интересный продукт, что вокруг книги возможны разнообразнейшие коллаборации. Книга-музей, книга-кино, книга-театр, книга-выставничная выставничная экспозиция, то есть вот здесь вот все идет на стыки. И вот чем интереснее вот эта коллаборация, я наблюдаю, как наши российские издатели сейчас очень в эту сторону стали активно двигаться. Ну, например, самокат. По сложнейшим книгам только за последние два года сделано уже около 80 театральных постановок на те темы современные, которые и так-то на мой взгляд непросто понять, а через театр, книга-театр вот такое проецирование тоже, мне кажется, очень хорошо способствует прочтению пониманию вот этого сложного контента. Потому что да, книга-то, книга-то некое знание, сама физически книга-то носитель. и здесь... Причем Светлогур клинится буквально. Меня удивило в наших поездках в Германию, когда вот я с группами российских издателей бываю в разнообразнейших местах в Германии, как-то мы были в национальной библиотеке, а в Германии национальная библиотека так уж исторически сложилась после определенного этапа, так сказать, в истории Германии. Какое-то время это было две национальные библиотеки, бывшие ФРГ и бывшие ГДРС, и так они собственно так и остались двумя филиалами. И до сих пор в Германии есть вот эти два обязательных экземпляра, которые высылаются, и они вот один уходит в Лейпциг, другой уходит во Франкурт-на-Майне. И вот собственно мы были вот в национальной библиотеке, та, которая во Франкурте-на-Майне, и там от людей, которые вот всем этим живут, всем этим существуют и все это знают, было сказано, что... Был вопрос от кого-то из наших, из российских участников, что зачем это все, а понятно, у каждой огромной, колоссальной национальной библиотеке, всегда существует проблема хранения, как бы, где хранить вот это все, пребывающее в геометрической прогрессии, как бы, ежегодно. И кто-то из российских участников спросил, зачем это все хранить, как бы, да, ведь цифра, так сказать, решает все вопросы. И, конечно же, немцы сказали, что никогда никакая цифра и никакой другой носитель не приблизится, вот на сегодняшний день нет другого, даже близко к книге по качеству и по длительности вот сохранения информации носителя. Совершенно категорично вообще сказали, чтобы даже вообще не, 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 вот, и при вот, при всех современных технологиях там, как бы, может быть, там дешевле, быстрее, там, как-то там, я не знаю. Компактнее. Компактнее, да, но, но вот хранить, как бы в таком, в глобальном смысле хранить, вот хранить надо в книге. Да. И вы, наверное, добавите в эту, по этой теме. Да, вы говорите про коллаборацию книги и театра, и мне кажется, что то же самое сейчас, невероятный интерес к подобным коллаборациям возникает и в музее. Сотрудничество музея и театра это тема последних нескольких лет. Мы можем об этом судить, потому что появляются, это даже нельзя назвать спектаклями, но это какие-то театральные формы, основанные на музейных коллекциях и музейных историях, и проект, по-моему, «Золотой маски» и фонда Потанина, который уже второй год будут собирать вместе музейных сотрудников и театральных режиссеров, театральных продюсеров, музейных продюсеров, потому что театр, который, как мы видим сейчас, я совсем не специалист в театре, но, как мы, наверное, замечаем, ищет документальности, появляется очень много документального театра, ищет какую-то истину. Театр очень интересно прикоснуться к музейной коллекции, к музею, как к хранителю истинного знания, как к хранителю аутентичности, а для музея и музейной коллекции театр это, конечно, невероятная возможность совершенно по-другому рассказать. То же самое, но это гораздо уже дольше происходит, что в музейной выставке и вообще в выставке приглашаются сценаристов, что казалось бы довольно странно, но есть выставки, для которых разрабатывается сценарий посещения, потому что это тоже важно каким путем и что и в какой последовательности. И для нас, для музея Ясные Поляны в последние пять лет это невероятное поле эксперимента. Расскажите поподробнее, что уже реализовано, что сделано. Мы проводим театральный фестиваль Толстой, он идет несколько дней летом, усадьба становится местом, где проводится фестиваль. Это большой фестиваль, сейчас он входит в национальный проект культура, поддерживается. Это десять тысяч человек за три дня в усадьбе, то есть это крупный фестиваль. И у него есть одна понятная часть, гастрольная. Мы привозим заметные постановки по Толстому в Ясную Поляну и показываем их на сценах под открытым воздухом. Программный директор фестиваля Павел Руднев отбирает, экспертный экспертный отбор и мы показываем. Но интересная часть, да, конечно, это тоже здорово, московский, питерский, зарубежный спектакль привезти в Тульскую область, большая возможность, не выезжая из Тулы, увидеть хороший качественный спектакль, большой. Но наш интерес в том, чтобы создать что-то специально на основе дневников Толстого, на основе музейной коллекции. Одним из самых интересных, как мне кажется, продуктов, который получился, аудиоспектакль режиссера Евгения Маленчева, который называется «Война и мир». Аудиоспектакль это скорее прогулка. Вам выдают телефон, как это выглядит. Вам выдают телефон, вы надеваете наушники, стартуете на входе в усадьбу, у вас есть карта, вы понимаете, каким маршрутом вы должны пройти. Через каждые, скажем, 10-15 минут вам встречается арт-объект, который служит декорацией, а в наушниках у вас пьеса, написанная современным драматургом на основе дневников и переписки Софьи Андреевны и Льва Толстого. И вы слушаете, как развивались отношения после женитьбы в течение 20-30 лет, но думаете вы, и это проверено, и вот тут мы разговаривали со многими зрителями, думаете вы о себе, о том, как ваши отношения складываются в семье, как вы общаетесь со своими близкими, и чем дальше вы уходите, как встроены Ясные Поляны, есть центральная часть, дом Толстого, дом Балконского, пруд, это примерно вот столько, но вообще усадьба вот такого размера, и все люди в основном скапливаются в сердце усадьбы, чтобы увидеть самые главные строения, и этот спектакль решал еще одну музейную задачу, кроме того, что он оживлял Толстого и Софья Андреевна, зачеркивал такое понимание, что это сразу был маститый писатель с бородой, нет, он тоже был молодым, тоже в чем-то сомневался, тоже неправильно себя когда-то вел, эту задачу мы решали, но еще решали одну важность, уводили посетителей из центральной части усадьбы в леса, в поля, и это какой-то стереоэффект, ты в наушниках, у тебя там страсти или какие-то спокойные, мудрые вещи, ты в темном сосновом лесу, или ты в какой-то момент из этого леса выходишь на поле, понятно, что все это там срежиссировано так, чтобы в темном лесу тебе говорили одно, а на поле на свет другое, и это разговоры актеров, а в конце, если не ошибаюсь, Максим Сухоруков читает эпилог из «Войны и мира», который тоже очень хорошо ложится. Вот это был один из самых интересных, как мне кажется, опытов взаимодействия музея и театра, были еще и разные. Но он не был, он и есть, я так понимаю, что это летние экскурсии? Это летняя вещь. Сейчас мы ищем, так скажем, новый дом этому, потому что полноценное впечатление, конечно, это прогулка по усадьбе с декорацией, мы не можем оставлять, как музей, эти декорации на все лето, потому что все-таки это арт-объекты, которые противоречат мемориальности усадьбы, мы их можем оставлять только на фестивальное время. Но, как заметили многие наши зрители, мы прекрасно просто сидеть дома на диване и слушать вот этот вот спектакль или этот спектакль, да. Мы сейчас ищем какой-нибудь новый дом, который, скорее всего, будет аудиосервисом для книг, вот аудиокниги по подписке и что-то доработаем. Это будет доступно уже не только в Ясной Поляне, но и всем. То есть дом не в самой Ясной Поляне, в Москве. Вы можете просто зайти, не знаю, какие-то... Компания, правильная поняла. Да-да-да. Компания. Какие сейчас существуют сервисы для книг Митреса, Storytel, MyBook. Вот еще существуют какие-то вещи. Мы хотим таким образом не сузить аудиторию до тех, кто доехал до усадьбы, но дать возможность каждому это послушать. Вот это очень хороший опыт и в этом много-много перспектив. Мы сейчас готовим для нового фестиваля, который будет в июле. Это пятый фестиваль. Мы тоже готовим что-то специальное. Очень интересный. Я прям заслушалась. Я уже представила, как я хочу поехать до этот фестиваль. в июле посмотреть это своими глазами с большим удовольствием. На самом деле это такая очень широкая тенденция. Во Франкфурте тоже уже года три он существует. Опять же, в параллеле с франкфуртской книжной ярмаркой в городе идет так называемый букфест. И смысл этого в том, что ярмарка как организатор договаривается со всевозможными площадками. Здесь нет пределов фантазии о предоставлении этой площадки. А франкфуртская ярмарка в свою очередь на этой площадке обязуется провести в конкретный день, в конкретное время и все это в дни ярмарки. Какое-то интересное, подобающее, подходящее или наоборот идущее в разрез с антуражем место какое-то мероприятие. И это не только традиционные площадки типа литературных домов, но это театры, пабы, рестораны, забегаловки. В общем, самые-самые разные интереснейшие какие-то такие неожиданные какие-то такие вещи. То есть вот это вот они тоже вот это одна из тенденций как бы донести это вот всюду, что эта книга это не только диван дома, это не только книжный магазин, там не только библиотека или школьный учебник, но вот это вот везде. То есть насыщать пространство вокруг вот этим вот... сам город становится вообще частью литературного пространства во всех всевозможных экспозициях. Я помню, что литературные чтения проходят и на центральной площади. Есть такое, литературное ремер, да, на площади. Да, читаются как раз лауреаты, призеры премии, да, вот в дни франкурской книжной ярмарки. Это по-разному бывает. Это бывает по-разному. Но там в дни ярмарки собственно весь город, он просто пронизан как бы абсолютно вот этим вот всем, то есть там перекрестно и откуда угодно как бы вот все это приходит. То есть, например, страна почетный гость, выступление, которое готовится в течение двух-трех лет, как бы, да, вот чтобы она себя вот соответствующим образом представила. Это же не только там павильон на самой ярмарке и не только привезенные книги и не только там десятки или сотни переведенных на немецкий язык соответственно с языка этой стороны книг, но это просто вот культурная, совершенно весь культурный пласт, какой только вот возможно себе представить в городе. Это выставки, выставки искусства, это какие-то театральные постановки, это колоссальные какие-то коллективы там музыкальные, которые приезжают и там на разных площадках города. То есть, вот это вот взаимопроникновение, оно уже, собственно, оно вот уже, оно есть, и это уже вот в жизни вокруг. И вот мне кажется, Свет, вот возвращаясь к вопросу о том, как привлекать к чтению, мне кажется, вот прямо даже вот не надо никого специально ни к чему привлекать, а надо вот просто это произойдет естественным способом, это просто нужно насыщать пространство вокруг, как бы, да, вот каким-то... Не нужно делать это натужно. Радуйтесь. Не нужно делать это натужно. Совершенно верно, потому что я сейчас, вот мы говорили, я вспомнила, что у нашей книжной магазина тоже такие интересные идут коллаборации с театром, например, площадка Московского дома книги становится местом действия интереснейших сцен из спектаклей, оперы и так далее. И оно должно как-то быть естественным образом будет вот этот процесс происходить, тем более как-то вот как-то спокойно, правильно и в удовольствие для всех это будет происходить. Вот я могу, кстати, сказать, в понедельник у нас будет совершенно новый опыт общения. Франкфуртская ярмарка совместно с издательством «Молодая гвардия», которая не так давно выпустила биографию Климта в переводе с немецкого языка одного французско-немецкого писателя, расскажет об этой книге на площадке галереи на Страстном. Есть такая художественная галерея, представлены картины, фарфорты, там все что угодно и они устраивают такие по понедельникам у них бывают киновечера. Это просмотр художественных фильмов таких общеизвестных, фильмов, я имею в виду это не что-то такое специальное, а это вот обычное игровое кино, но оно отобрано таким образом, что в каждой картине идет речь либо о каком-то известном художнике, либо о каком-то направлении в искусстве, либо там, не знаю, реставрация подделки или что-то. И мы соединим, вот куратор этой галереи, с его комментариями искусствоведческими будет показан художественный фильм о Густаве Климте, а мы, соответственно, представим, редактор издательства, молодая гвардия, соответственно, расскажет об этой книге, а мы везде как такой цементик, мы всех вместе, мы всех соединяем, мы с какими-то такими идеями периодически ко всем пристаем, а давайте еще вот так сделаем. И коль скоро ты заговорила про франкфуртскую книжную ярмарку, я надеюсь, что все же она состоится, и мы уже к ней должны начать готовиться, да, все же поговорим о таком действительно взаимодействии, интеграции российских книжников в международное пространство, потому что вот очень интересную, ты принесла такую картинку красивую, мы ее потом покажем, здесь я вижу, что Россия на втором месте по количеству переведенных с немецкого языка книг, правильно я понимаю? Совершенно верно, да. Китай на первом, Россия на втором, Италия на третьем, то есть в эту сторону мы работаем классно, работаем и отлично, да, то есть мы действительно активно переводим и доля переводной литературы на российском рынке увеличивается, вот мы сейчас как раз подвели итоги этого года, 2019 года и мы видим тенденцию, что рост переводной литературы, ну, а в обратную сторону мы пока не так хорошо работаем, поэтому у нас сейчас еще есть возможность подготовиться к франкфуртской книжной ярмарке, чтобы все-таки лучше подготовить именно российские проекты для представления на западном рынке, вообще на международном рынке, вот какие бы ты дала советы, потому что время хоть немножко, оно все-таки еще есть. Света, вот здесь мы как бы возвращаемся к началу нашего разговора про издательские компетенции, да, и вот про то, как бы, кого чему как-то учить, что ли, я не знаю, это неправильное слово, но кому, с чем и в чем помогать, на самом деле, на самом деле, такой вопрос, я долго над ним думала, как бы, да, потому что, как бы, вот моя-то как бы задача, я как представитель франкфуртской ярмарки, да, ратую за то, чтобы больше российских издателей ехало во Франкфурт, чтобы больше и активнее происходило вот это вот международного взаимодействия и покупок, и продаж во все стороны, как бы, да, прав, и сейчас, вот как справедливо сейчас было вот сказано, Россия покупает больше, у Германии Россия покупает много, да, вот мы, как было сказано, уже вот там на втором месте после Кида, с большим, правда, с очень большим отрывом, значит, это инфографика за 2018 год, то есть эти цифры были подсчитаны, все это было и опубликовано в 2019, но они вот охватывают 2018 год, вот в 2018 году Китай купил у Германии 1560 лицензий, да, а Россия, которая на втором месте после Китая, 431 лицензию, на третьем месте Италия 410, и при этом надо сказать, что рост вот покупки вот этих вот лицензий у немцев российскими издательствами вот с 2017 на 2018 год составил плюс 25 процентов, это очень много, то есть мы прямо стали очень... колоссальные, да, 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 вот, то есть всплеск интереса и как бы такого подкрепленного как бы, да, интереса, то есть люди действительно, издатели действительно покупают, тратят деньги, да, и сдают эти книги здесь, и, собственно, ну, вот вернемся опять же к цифрам из начала разговора, 500 примерно издателей из России едут во Франкульт, чтобы покупать, и только 20 приезжают туда со своими стендами для того, чтобы показать свой, как бы, товар, свое предложение какое-то, нацеленное, как бы, на то, чтобы продавать, и, конечно, колоссально, нельзя, собственно, как бы, невозможно переоценить значение российского национального стенда во Франкфурте, ну, сколько критики, понятное дело, так сказать, он получает ежегодно, но, ну, безусловно, как бы, критиковать всегда легче, проще, как бы, чем, чем что-то действительно, вот, ну, по крайней мере, он есть, он есть, он там, без него было бы совсем плохо, вот это я знаю. Точно, абсолютно, то есть, на самом деле, российский национальный стенд, это вот прям такой вот островок, как бы, вот, такого. Ну, вот я бы, что добавила, может быть, не знаю, согласишься ты или нет, но, это все хорошо, но не хватает каталога, в том числе электронного, где бы эти права объединенно были бы представлены. Здесь вопрос в том, что, как мне представляется, у наших российских издателей, если посмотреть, попытаться посмотреть вот в общем на картинку, нет какой-то привычки или обычаи, или системы, или, может быть, даже необходимости в том, чтобы продавать свои права. Мне, это моя такая теория, я не знаю, как бы, насколько это, как бы, соответствует истине, но мне, вот, то, что я наблюдаю в течение многих лет, как бы, заставляет меня задуматься вот именно об этом. Мне кажется, что наши издатели пока могут позволить себе жить за счет внутреннего рынка. Ты сделал хороший продукт, ты продал его на нашем внутреннем рынке, и ты можешь выжить. Там, хуже, лучше, как бы, да, но это позволяет тебе, в принципе, как-то окупиться и жить дальше. А что происходит в маленьких европейских странах, которые являются, как бы, таким вот прямо, ну, маленьким, важным, очень важным элементом, как бы, да, вот жизни, вот это вот, и ядра вот франкфуртской книжной ярмарки. Маленькая страна не может позволить себе, заложив вот все вот эти вот траты, как бы, да, выпуск какой-то прекрасной, замечательной книги, особенно какой-нибудь переводной еще книги, там, да, тысяча страниц, с оплатой, там, да, по европейским, вот всем расценкам, так сказать, услуг переводчика и прочее, прочее, ты просто, в принципе, имея то население, то количество читателей в твоей стране, да, ты просто, это просто, там даже математика не работает, арифметика, ты не в состоянии окупить. И что делать? Поэтому для тебя единственный выход уже сразу, вот, как бы, на берегу, да, когда ты задумал эту книжку, для тебя единственный выход расширить вот этот свой рынок и предлагать эту книгу не только в своей стране, на своем рынке, но и предлагать ее другим странам. И это хорошо работает. Конечно, это работает в основном, в основном, не, это плохо работает с переводными книгами, да, и именно поэтому для переводных книг существует вот эта колоссальная, очень развитая, очень сильно финансируемая с точки зрения, со стороны государства, вот эта система поддержки переводов, когда с твоего национального языка, да, поддерживаются переводы, как бы, да, чтобы с этого языка шли переводы на все другие языки мира. Но, там, с детскими книжками это работает идеально, да, любому издателю, который уже работает с детскими книжками, точно, да, известно слово соиздание, да, какой-то издатель европейский придумывает какую-то концепцию книжки на франкурсской ярмарке, он эту концепцию показывает, этот макет, он ее показал, одному, второму, третьему, там, 20 человек он показал, как бы, из них 7 сказали, да, интересно, мы, пожалуй, поучаствуем. Он с каждого собирает заявки, как такие предзаказы, да, вот мы там, нам, пожалуйста, полторы тысячи, а нам три, как бы, а нам 700, как бы, да, нормально, все собрали, 10 тысяч, в Китае напечатали, сейчас уж не знаю, может, где-нибудь еще, но, в общем, и вот вам, пожалуйста, и там уже экономика начинает работать. Но это, если, опять-таки, это на одном языке. Нет, вот почему я привела пример с детскими книгами, как раз потому, что весь, весь концепт, и вся какая-то идея, и красота, и прекрасность этой книжки, она, вот, как бы, в макете, и в иллюстрациях. А, соответственно, каждый следующий язык, как бы, да, ну, он просто, как бы, текст меняется, как бы, в этом все равно есть смысл. Видимо, оплата иллюстрации сюда делится. Безусловно, конечно, генерары. Да, 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 да. Вот. А текстовые, конечно, такие тяжелые, массивные текстовые книги, они, конечно, без вот этой системы поддержки переводов, они, конечно, ну, это немыслимо. Вот. Поэтому, собственно, вот от этого идет, вот чисто от экономической необходимости, абсолютно вот рационально, да, идет вот этот вот обмен, и идет вот эта вот торговля, торговля правами. Вот. И вот мне кажется, да, что, возможно, нам это еще не так нужно, да, то есть вот наши издатели вполне могут себе еще пока позволить существовать, если мы говорим о коммерческой, об экономической, как бы, стороне вопроса, да, наши издатели вполне могут себе позволить существовать за счет внутреннего рынка. Но здесь, как мне кажется, не нужно забывать ни в коем случае не только, как бы, думать не только о коммерческой стороне, но и о стороне такой культурной, культурно-политической, как бы, да, если хотите. Вот здесь вот это уже, ну, важнейшая, как бы, вещь. И вот здесь, мне кажется, вот эти два разных подхода, они, собственно, и требуют, они подразумевают разные решения. Если мы решаем какие-то экономические, такие коммерческие, так сказать, задачи, да, то здесь нужно просто, ну, в какой-то момент, как бы, ну, дорасти до этой необходимости или дорасти вот до этого понимания, как бы, что да, оно мне нужно, да, я хочу попробовать. И это, как любое новое направление, оно требует определенных вложений, определенных инвестиций и некоторого, так сказать, времени, конечно, ожидания, да. То есть для того, чтобы начать развивать это направление, нужно, ну, как минимум, иметь сотрудников, которые этим будут, как бы, и только этим будут заниматься, которые будут говорить на соответствующих языках, которые будут, которые аккумулируют, сведут информацию по тому, что в издательстве вообще, в принципе, можно предложить на продажу вовне, потому что понятно, что издательство, там, такое хозяйство, что, как бы, там, все эти вопросы с правами, они должны быть абсолютно однозначны, там, да, права должны быть там. Либо передать это в компетенцию литературного агента, и уже литературный агент тоже занимается поиском таких. И, соответственно, навести порядок в своем хозяйстве, понять, что, какие права, какими правами ты обладаешь и что ты можешь предложить. Соответственно, дальше свести это все вместе, как бы, да, каким-то, ну, каким-то образом переработать, да, понять, что и кому может быть интересно, предложить эту информацию в каком-то удобном и понятном виде. Понятно, что, скорее всего, это будет там на английском языке, либо если какой-то конкретный фокус на какую-то другую страну, там, на языке этой страны. И дальше ты должен, соответственно, выйти, с этим в люди. А выйти ты можешь на площадке какой-то большой международной ярмарки. Соответственно, если есть интерес к какому-то конкретному региону, то, безусловно, есть смысл ехать на ярмарку в этот конкретный регион. Я думаю, что российские издатели уже до этого доросли. И я думаю, что все-таки тенденция идет к тому, что вот этот рост этих необходимых компетенций все-таки накапливается. И скоро в какую-то уже конкретную определенную количественную массу перерастет. Возможно. Я надеюсь на это. Но это, опять же, коммерческая сторона, это внутреннее дело каждого конкретного издательства. То есть есть издатели, которые на это ставят, и которые этим активно пользуются, это развивают, и это приносит свои определенные дивиденды. А другая сторона, если мы говорим о культурной или культурно-политической составляющей, то она уже требует других подходов. Здесь уже должны быть включены другие механизмы. И, собственно, здесь уже большая и более широкая, и, главное, глубокая, более качественная работа, которая уже включает и, возможно, электронный каталог, ну или какую-то любую другую удобную навигацию, которая позволит любому заинтересованному, издателю, лицу, как бы и извне, получить полную какую-то на каких-то понятных, каких-то интересных условиях информацию о российской литературе и возможность, так сказать, воспользоваться там какими-то предложениями с тем, чтобы там с выгодой, с интересом для себя ее опубликовать на своем рынке. Мне бы хотелось еще затронуть очень важную тему. Это литературные премии, которые тоже расширяют наше и международное сотрудничество, и расширяют, и привлекают книги тех читателей, которые, возможно, до этого ничего не слышали и не знали об этой книге. Да, давайте поговорим немножко об этом, потому что, во-первых, есть прекрасная премия «Ясная поляна». Конечно, в количественном отношении в России на порядок, там намного порядков меньше премий, чем в той же Германии, но все же они развиваются, их становится больше, они становятся интереснее, придумываются новые номинации в рамках премии. Вот давайте, может быть, начнем с «Ясной поляны». Юля, расскажите, как развивается эта премия сегодня? Это большая, немолодая. Я очень привлекательный образ по этим прилагать научно. Она в этом году, если я не сбиваюсь со счета, в этом году стала совершенно летней, ей исполнилось 18 лет. была придумана из писательских встреч в «Ясной поляне». В «Ясной поляне» 25 лет назад начали приезжать писатели в сентябрьские дни, вокруг дня рождения Толстого, на несколько дней, для того, чтобы и общаться между собой, и встречаться с читателем, устраивать презентации книг. Вот 25 лет назад начались писательские встречи, в этом сентябре мы проведем 25-е. А через несколько лет после этого появилась идея у Владимира Толстого, у Анатолия Андреевича Кима, сделать литературную премию, которая его поддерживала авторов, которые пишут в духе классической литературы. И тогда, 18 лет назад, удалось подружить южнокорейского гиганта компании «Самсунг» и музею свадьбы «Ясная поляна». И теперь уже много лет мы не можем никак иначе друг друга называть как партнеры и друзья, потому что это совершенно не спонсорские отношения. То есть из нашей дружбы и партнерства возникает возможность делать литературную премию «Ясная поляна», в которой в течение этих лет менялись номинации. Сейчас премия существует с двумя крупными номинациями. Это «Современная русская проза», которая, понятно, награждает российских авторов, и «Иностранная литература», которая в этом году шестой раз вручит награду кому-то из зарубежных писателей, переведенных на русский язык. Есть еще небольшие номинации, которые отмечают главное событие года, литературное, окололитературное. Это может быть и фестиваль, как это был в первый год, фестиваль детской книги в Туле. А номинация «Иностранная литература» поддерживает, это важно в продолжении как раз разговора о том, сколько вообще стоит сделать книгу и труд каких людей в этом вовлечен. Номинация «Иностранная литература» поддерживает и писателя, но самое главное, что переводчика, потому что мы награждаем автора и переводчика, который сделал эту книгу частью российского книжного рынка и вообще частью российской культуры. Это довольно большие, как нам кажется, деньги, 500 тысяч рублей переводчику, что, как и вообще премия, это не просто, это не раздача денег. Вот когда-то, по-моему, Павел Басинский это сказал, член жюри премии «Ясная поляна», что вот этой возможностью дать переводчику деньги или автору, мы даем возможность сэкономить силы на поиске другой работы. То есть получить деньги в качестве премии – это возможность купить время, чтобы в следующий год не искать работу, не писать статьи, не брать что-то другое, а писать книгу. Это одна из самых, как мне кажется, важных вообще функций в литературной премии – дать возможность писателю заниматься тем, чем он хочет и должен заниматься. А номинация «Иностранная литература» устроена таким славным образом, что она становится сразу навигатором по иностранной литературе, потому что номинировать в этот список могут только эксперты – издатели, переводчики, редакторы, литературные критики, те, кто очень много занимаются именно переводной литературой, в том числе и Настя Мелёхина рекомендует книгу, переведённую с немецкого языка, каждый год. В итоге получается 30-35 книг, написанных на разных языках. Это вот сейчас в лонглист вошли? Да, есть только лонглист и есть только лауреат. Не существует промежуточной стадии. Но этот лонглист по ценности больше похож на шортлист, то есть уже на что-то, что отобрано и прошло определённые профессиональные фильтры. Любые эти 30 книг – это точно хорошая литература. Дальше вы можете смотреть по тому, что вам нравится читать, странные темы. И сейчас нам удалось прийти к более или менее уравновешенному списку, потому что в первый год, первые два года список был явно, чаша весов, на которой находилась англосаксонская литература, просто сильно-сильно перевешивала. Да, сейчас она тоже занимает гораздо больше места в этом списке, чем другая литература, но потому что такая ситуация, такое положение вещей. В целом, да, она лучше. Но этот список стал отражать уже то, что происходит с переводной литературой, потому что мы пригласили стать экспертами не только людей, которые работают с англоязычной литературой, но и с литературой, которая пишется на немецком языке, на скандинавских языках, на азиатских языках. И в этом году эксперты рекомендуют японские, корейские, китайские книги, более экзотичные, венгерские, румынские. И в этом списке можно найти действительно то, что каким-то другим привычным способом, чтением рецензий или рассматриванием обложки витрины обычного книжного магазина или онлайн-книжного магазина ты не найдешь, потому что это не всплывает таким механизмом в топ. А вот в этом списке можно найти и какую-то экзотику. И таким образом это очень хороший навигатор для всего читательского сообщества обратить внимание именно на эти книги. И в этой связи как раз хотела, наверное, чтобы Настя дополнила, как складывается эта номинация с точки зрения немецкой литературы. Что сейчас, что вошло в Лонд-Крист по немецкой литературе? В этом году мы, к сожалению, смогли рекомендовать только одну книгу, потому что у премии есть свои определенные ограничения. Что за книга это может быть? Это обязательно художественная литература, это обязательно ныне здравствующий автор, и это обязательно автор, который готов приехать в Россию в случае, если он станет лауреатом. Да, здесь одно из главных я немножко перебью до того, как ты расскажешь о книге. Очень важное условие, что это самая важная книга XXI века, то есть это книга, которая была написана, опубликована после 2000 года, но это уже довольно долгий промежуток за 20 лет. И то, что автор жив. Понятно, что есть очень много великих зарубежных романов, автор которых не может приехать. Одна из тоже целей номинации иностранной литературы – возможность привести выдающегося автора в Россию. И пока нам это удавалось и с Арханом Памуком, Марио Варгас Льоса, Амос Ос, Рут Азеки, и должен приехать Эрнан Ривераль-Этельер, который стал лауреатом в прошлом году. В общем-то, это один из способов сейчас в России привести великого зарубежного автора с публичными выступлениями в Москву. Это вообще прекрасно. Мне кажется, что может быть лучше, когда живой автор сам рассказывает о своей книге и этот контакт не только с литературными критиками, но и с простыми читателями. Это самое ценное, что может быть. Но расскажи про книгу. Расскажи, да, про книгу. Я на самом деле скажу только, что в этом году это номинант, это книга Анетте Хасс, «Немецкий дом». И это тема проработки, так сказать, травмы Второй мировой войны. Книжка издана в издательстве «Эксмо» в этом году. Не нашли мы больше в этом году подходящих каких-то вариантов и лауреатов, хотя, казалось бы, столько всего, но что-то уже рекомендовали в прошлые годы. Вот, например, в прошлом году была книга, кстати, «Интерес», она просто реально любопытная книга. Я понимала, наверное, когда мы ее выдвигали, что это не будет, конечно, победителем, но во всех случаях, во всех отношениях эта книга в высшей степени любопытна, и очень советую ее прочитать. Эта книга Роберта Минасса называется «Столица». И вышла она в издательстве «Текст». И эта книга была лауреатом, прямо победителем премии, главной немецкой книжной премии, мне кажется, в 1917 году. И эта книга, «Столица», подразумевает Брюссель и вот эти евросоюзные отношения. Но устроена она так внутри, в нее немножко сложно погрузиться, она требует какого-то усилия поначалу, потому что уж очень такие какие-то несовместимые, и поначалу, казалось бы, странные вещи пытаются, как ты говорила, что кто там у нас, Иван там, да, вот, ты тоже периодически возвращаешься, смотришь, пытаешься понять, чем это все, как это между собой все связано. Но после прочтения этой книги, ты понимаешь, у тебя очень такая возникает определенная картинка, вот, как устроен Евросоюз, как устроена вот эта вот еврозона, евроотношения, какие-то, там все совсем непросто и не так вот парадно и, так сказать, под лаком, как это может показаться со стороны, там все, там свои страсти бушуют, вот, и все это вот в высшей степени любопытно. Вот, и какие-то, а какие-то книги готовятся, которые вот мы бы очень хотели номинировать, но они еще не готовы, поэтому следующего года, да, да, поэтому вот в этот раз такая, в общем, такая традиционная для немцев, на самом деле, но такая вот тяжелая, как бы, да, тяжелая тема. А какова ситуация, если я спрошу, наоборот, с российскими книгами, с российскими авторами, что переводится сейчас в Германии, что, какие акценты? Вот при всем том, что мы с вами говорили, как хорошо российские издатели покупают немецкие книги, и как, может быть, не очень хорошо мы работаем в обратную сторону, при ближайшем рассмотрении, а я вот задалась такой целью примерно три года назад, ответить таки себе на этот вопрос, как бы, а что же, так сказать, а что же издают немцы, и как они это все себе видят, и как вообще выглядят книги российских авторов в Германии, сколько их, как они выглядят, и в чьих переводах они выходят, и так далее. И на самом деле, на сегодняшний день мы собрали коллекцию примерно в 600 наименований. Мы системно, по-немецки системно подошли к этому вопросу, и я как бы отсмотрела и составила списки, и мы закупили все наименования, которые вот на тот момент были доступны вообще в принципе вот к заказу в Германии. 600 наименований? Это за какой же период? Вот это все, что было доступно на тот момент, вот примерно два года назад вот я это все как бы собрала, и эта коллекция, она есть и существует. что было в наличии, скажем, в книжных магазинах? Абсолютно. Вот прямо по поводу, я шла с списком по именам авторов, и вот начиная, там вот, ну я не знаю, у меня получилось, даже раньше, даже раньше, у меня получилось примерно три периода, период, соответственно, русская классическая литература, советская литература и современная как бы российская литература. Какие тенденции? Значит, очень много классики, очень много классики, прекрасно, бережно, трогательно и фантастически изданной. Мало, совсем мало Пушкина, почти нет Лермонтова, мало Тургенева и Гоголя, Гоголь очень эксцентрично, мало, но то, что издают, совершенно какие-то фантастические, совершенно очень эксцентричные, я бы сказала, такие издания. Много Льва Николаевича, много, много Антона Палча, кто и кого они еще любят. Ну нет, ну Толстой, а, нет, есть конкуренция, Достоевский. Вот Толстой, Достоевский, конечно, больше всего. Ну, то есть Толстого у нас, наверное, вариантов 30 разных, вот разных наименований Толстого, вот в немецких изданиях. Достоевского 29. Возможно. Вот, и советский период, тоже очень интересная выборка, как бы, да, вот совсем, вот не то, что нам бы ожидалось, и не то, вот как бы, как бы... Ну что, я видела Шаламова. Полное собрание сочинений Шаламова. Мандельштам, Гипиос, Ильф и Петров, что-нибудь, вот, вот, вот такое, чего, о чем ты, Булгаков, между прочим. Булгаков, это закономерно, да? Вот. Ну вот, я, на самом деле, вот эта коллекция, она еще ждет своего часа, потому что в тот момент мне показалось, это просто очень интересно, меня это в тот момент увлекло, и вот мы все это собрали, и вот оно все есть, как бы, да, вот все это сокровище, его вот можно брать, листать, смотреть. Представлять. Да, Юля, я делаю открытое предложение, вот, может быть, мы как-то... Прекрасно умеете вы. Может быть, мы как-то... Да, соединим усилия, и если вдруг, например, в каком-то ракурсе, так сказать, вот эта тема может быть интересной, вот я прямо с большим удовольствием именно это сделаю, вот мы привезем, покажем, расскажем, можем это с разных точек зрения, можем как бы, можно это там с точки зрения переводческой какой-то, потому что понятно, каждый из этих книг, это фантастический труд, как бы, да, переводческий. Давай подумаем, тем более, что в Ясной Поляне есть ежегодный семинар переводчиков в классической литературе и вообще литература, не только классическая. Когда он бывает? В августе, в сентябре, обычно на границе. Здесь же опять можно говорить на основе вот этих книг, этой коллекции, можно говорить о дизайне, внешнем виде, оформлении обложек, потому что... Тут очень много можно действительно ракурса. Да, если может быть даже вот классик как-то, но все-таки немецкий, толстой, хотя все равно он более какой-то вот такой, не знаю, какой-то более современный, более какой-то, вот не знаю, ну не такой, как вот у нас точно. Вот поставишь вот наши обложки и поставишь немецкие обложки по-разному, а уж современную литературу это точно совершенно, вот, просто очень интересно вот видеть знакомые имена на обложке, да, но при этом как бы ты видишь совершенно другой вообще вот визуальный ряд, другую концепцию, и вообще у тебя это вызывает совершенно другие, какой-то другой эмоциональный отклик, и другие вообще какие-то включаются там, так сказать, Я буду только рада, если в рамках нашего диалога возникнут новые проекты и новые такие начинания интересные. Обязательно. Вот может быть, вот я прям вот несколько, как я сказала, их очень много, их несколько сот, но вот из современных, из самых последних, да, вот могу показать, например, не знаю, Света, вот тебе показывать или на камеру показывать. Водолазкин, вот Лава Евгения Водолазкина, например. Вот это Людмила Улицкая, но это уже, конечно, несколько лет этой книги, это Людмила Улицкая «Зеленый шатер». Мне очень нравится это издание, очень красиво. А как оформлено, да. Очень красиво. Слушай, совершенно по-другому, нежели российская. Прямо как будто другая книжка. Абсолютно, абсолютно. Вот мне, не знаю, мне кажется, это вот просто какая-то вот отдельная такая... Находка. Как сказать? Ну вот с такой точки зрения вот это как-то вот надо прямо порассматривать, пораздумывать и какие-то вот прямо выводы из этого сделать. Ну вот совершенно по-другому открываются как бы авторы в таком вот исполнении. Гузель Яхина. Это «Дети мои», которое в немецком переводе «Волга-киндер» называется. Очень мне нравится это немецкое название. Совершенно необычное, да. Вот. Вот опять же, кстати, тоже вот из необычных таких вот решений, да, Ильфа Петров «История города Колоколамска». Вот такая вот штука. Ну, мне кажется, это как-то вот, ну, непривычно, необычно, так сказать, для нашего глаза. Федор Михайлович. А! Толстой. Толстой. Давайте Паста покажем и Толстого. Вот прямо Юля покажет. Так. Так. Вот посмотрите, кстати, вот о чем я говорила, «Гоголь». Вот какая книжка. Вот такое, «Мертвый душ». Угу. Очень как интересно. С таким вот, с такой вот, прям обложенной тетрадочкой для, не знаю, для выписок, наверное, каких-то вот. Ну, вот, смотри. Какое интересное решение обложки. Первый раз такое вижу. Да, такая, как вот, как в пергамент, да, такой вот, и создаёт такой эффект немножко в тумане. Да, в туманности такой. Угу. Ну, это вот избранная тоже вот Гоголь. Угу. Не удивляет вас, вот что вот на немецком вот собрание сочинений Варлама Шаламова вот вышло пять тому. Удивляет. Пять тому. Представляете? Удивляет, потому что Варлама Шаламова это один из самых, мне кажется, сложных авторов, очень непростой с точки зрения даже российского прочтения, а то, что это издаётся в Германии, просто прекрасно. Вот такие сложные книги. В общем, очень, мне кажется, можно много разных, так сказать, вот каких-то открытий для себя сделать, да, вот просто вот рассматривая вот эти книги и обращая внимание на то, кого издают, как издают, как всё это выглядит. Как это всё красиво. Это всё, да. Настолько изящно. Это всё хорошо. Достойная правда вот отдельные выставки, представления. И какого-то рассматривания. И рассказы ещё, да. Потому что это надо всё не просто смотреть, но ещё и рассказывать об этом. Рассказывать, анализировать. Да, да, да. И, соответственно, как я уже говорила, это можно как бы и про перевод здесь говорить, и про дизайн обложек здесь говорить, и про какие-то, не знаю, какие-то культурные, какие-то коды, я не знаю, какие-то вот разницы в каком-то менталитете, в культурном восприятии. Да, тоже с Гузель Яхиной. Потрясающе. Я благодарю вас за эту беседу. Очень интересно и познавательно. И я думаю, что это будет очень интересно всем нашим читателям и зрителям. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.